Тема гражданской войны сегодня в России актуальна как никогда. Сложно себе было представить, что в современной РФ двадцатых годов двадцать первого века будут происходить события, напоминающие историю столетней давности, когда красные рубились с белыми. Но это только на первый взгляд, хотя история, конечно же, со временем сама расставит все по своим местам. Мало кто будет спорить с тем фактом, что в России, развязавшей войну против Украины, обнажился глубочайший системный кризис из-за так называемой СВО, сильно затянувшейся и идущей совсем не по плану. На этот кризис уже невозможно махнуть рукой, тем более что война уже перекинулась на территорию РФ. Гражданская ли это война, революция, мятеж, переворот или что-то еще, мы узнаем по прошествии времени. И для понимания происходящего сегодня неплохо бы вспомнить дела давно минувших дней. И для этого давайте перенесемся в 1918. С февраля 1918 по октябрь 1922 года на территории бывшей Российской империи бурлила гражданская война, в которой белогвардейцы, сторонники монархизма и сохранения империи, схлестнулись с ордами красных, борющихся, как они провозглашали, за свободу, равенство и братство. Это, кстати, девиз Французской республики. Белое дело потерпело поражение. Более двух миллионов россиян, связавших свою судьбу с разгромом большевизма, ушли в эмиграцию. Основная часть беженцев осела в Европе. А Россия являла собой пепелище. Сегодня историки спорят о количестве людских душ, унесенных гражданской войной. Это 10 или 12 миллионов. На дымящихся осколках бывшей империи коммунисты построили новую державу – СССР, которую кряхтя так старается сегодня возродить Путин. Но как безродным авантюристам-революционерам удалось победить бывших царских генералов, благородных и образованных дворян? Ответ на этот вопрос не так очевиден, как может показаться даже знатокам истории. А все потому, что некоторые свидетельства участников событий дают однобокую картину произошедшего. Например, бывший член Государственной Думы и участник Белого движения Николай Львов уже в эмиграции вспоминал. «Конец нашей борьбы наступил в тот день, когда истекавшая кровью армия осталась вновь одинокой в борьбе. Единственной причиной нашего поражения являются причины военного характера – неравенство сил, истощение нашей живой силы, наших технических и боевых средств». После проигрыша белых генералов обвиняли в нерешительности. Были мнения, что Деникину якобы следовало договориться с украинцами и вместе идти на Москву. Родзянко должен был немедленно и энергично наступать на Петроград. Колчак разделил свою армию, а следовало единым фронтом штурмовать Самару, потом Казань, а там и до Москвы недалеко. Но на самом деле только стратегическими ошибками проигрыш белогвардейцев оправдать нельзя. Бывшие царские генералы не раз гораздо меньшими силами громили красные дивизии, но победу их успехи не приближали. Были и другие объективные причины, едва ли не более важные, которые сводили на нет военное умение белых. Так почему же все-таки белые проиграли красным на самом деле? Смотрите далее. Будет интересно. Но вначале попрошу вас подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддержите наши усилия на платформе Patreon или BuyMeCoffee, подписывайтесь на Telegram и Twitter. Все ссылки в описании и первом комментарии. Итак, давайте начнем с самого простого объяснения проигрыша белых, которое, как мы помним, совсем не очевидное и является всего лишь следствием более глубоких причин. А почему, вы сейчас поймете. Превосходство красных в живой силе. К концу 1919 года Красная Армия насчитывала 3 миллиона бойцов и состояла она не только из рабочих и крестьян. 43% офицеров, принимавших участие в гражданской войне, стали на сторону большевиков. Под красным флагом воевал прославленный генерал Брусилов, потомственный дворянин генерал Бонч-Бруевич, военный географ генерал Снесарев, полковник генерального штаба Каменев. Конечно, они не пропитались идеями коммунизма и мировой революции, однако решили служить новой России, которая с приходом большевиков не перестала существовать, а просто сменила строй. В Красной Армии бывших императорских офицеров называли военными специалистами и их считали враждебными для СССР элементами. Уже через 12 лет, в 1931, большая часть этих людей была расстреляна или отправлена в лагеря. Ситуация в белых армиях была хуже. Первыми добровольцами контрреволюционных вооруженных сил стали седые полковники и совсем молодые юнкера с кадетами. Пока на фронтах кипели бои и в белых полках не хватало солдат, в тыловых городах тысячи офицеров в парадных мундирах водили дам в рестораны и театры. Нехватка войск стала определяющим фактором, не позволившим белым очистить Москву от большевиков. Летом 1919 года Деникин повел свои войска в поход на Москву. Малочисленные белые полки перемалывали красные дивизии и с огромными потерями продвигались к старой столице России. В октябре 1919 года национальные части Красной Армии, набранные из латышей, эстонцев и китайцев, контратаковали добровольцев. Сил отражать нападения у Деникина не было и белые оставили сначала Орел и Курск, а потом Украину. После этого отступления началась агония Южной Белой Армии. Но почему белым не хватало людей, в то время как красные дивизии ломились от количества живой силы? Все дело в нескольких банальных вещах, одна из которых – красная пропаганда. Белые проиграли борьбу за умы людей. За всю войну они так и не сумели сформулировать близкие народу лозунги. Призыв Деникина «За единую неделимую Россию» звучит красиво, но эти слова не трогают сердце тамбовского крестьянина и тульского рабочего. Также он отталкивал жителей национальных окраин бывшей империи, которые стремились к независимости. А чего стоит лозунг большевиков «Заводы рабочим», «Земля крестьянам», «Мир хижинам», «Война дворцам». Этот призыв понятен всем. Он обещает будущее и рабочему, и крестьянину. А самое главное – гарантирует расплату богачам и мироедам, которые сотни лет жили за счет народа. Красные умело использовали пропаганду и побеждали, несмотря на поражение на полях сражений. Кстати, белогвардейцами противники коммунизма назвали себя только в эмиграции, а сам термин «белые» впервые ввел Лев Троцкий. Народ убеждали, что с Деникиным и Еврангелем вернутся не только буржуи, но и царь. Хотя контрреволюция никогда не выступала за реставрацию монархии. Только однажды в 1922 году в Приморье Земский собор выступил с лозунгом «За царя». У большевиков же была новая идея, которая нравилась массам. Коммунизм – это будущее, в котором всем обязательно будет сыто и спокойно, а монархия – дряхлое прошлое с попами, барскими усадьбами и кнутами. И никакого тебе хруста французской булки. Несмотря на явный успех красных лозунгов, белые не спешили формировать конкурентоспособную повестку. В ответ на большевистская земля крестьянам происходило… Игнорирование белыми земельного вопроса. Земельный вопрос в Российской империи стоял острее всего и волновал крестьян, которых было 86% населения. Одним из первых решений советской власти стало утверждение декрета о земле. Все помещичьи и церковные земли конфисковывались и передавались в распоряжение местных крестьянских комитетов и советов. Руководители белого движения всячески уходили от этого вопроса, решение которого откладывалось. Сначала надо изгнать большевиков, а уже потом делить землю. Да и как он мог решиться, ведь большой прослойкой противников революции и были помещики, после победы рассчитывающие вернуться в свои родовые имения. Конфискация помещичьей земли автоматически перевела миллионы крестьян в большевистский лагерь. Бедняки рассчитывали получить собственные наделы, а середняки и будущие кулаки прирезать к своим участкам новой земельки. Именно поэтому в белом тылу возникали многочисленные партизанские отряды крестьян, которые нарушали коммуникации добровольческих армий, а после прихода большевиков пополняли революционные войска. Последующая политика военного коммунизма разочаровала русского мужика-пахаря, но время было упущено. Большевики укоренились, и выбить власть из их рук стало невозможно. Стоит отметить, что помимо привлекательной большевистской пропаганды, во время гражданской войны победа красных над белыми во многом произошла благодаря еще одним важным факторам, которые звучат так – контроль красных над центральной Россией и их вероломство. В начале гражданской войны по всей России возникли очаги сопротивления власти большевиков. Вспыхнул Дон, Кубань, Кавказ, белые взяли власть в Сибири и угрожали Петрограду. Отделяться собрались Украина, Финляндия и прочие национальные республики бывшей империи. Большевиков окружили враги, а их крах казался вопросом времени. Однако коммунистическая партия удержала за собой центральную и северо-западную Россию с ее многочисленным населением, огромными складами вооружения, стратегически важными заводами и фабриками, на которых трудились рабочие, пополнившие ряды Красной Гвардии. Также в регионе была разветвленная сеть железных дорог, что позволяло красным оперативно перебрасывать войска с фронта на фронт. Материальная и военная помощь бывших союзников не смогла нивелировать такую разницу между белыми и красными в ресурсах. Большевики легко заключали союзы и также легко и вероломно этих союзников предавали. Так они поступили с атаманом Махно и национальными правительствами, объявившими о выходе из состава России. Красные пообещали им свободу, а когда набрались сил, то принудительно посредством красного террора включили в состав СССР. Красные умели давать красивые обещания, которые не собирались выполнять. А в это время белые демонстрировали отсутствие единой идеи белого движения. Общего языка не нашли даже белые генералы. Генерал Краснов не хотел подчиняться Деникину. Атаман Семенов, опираясь на Японию, создал в Забайкалье собственное правительство и игнорировал приказы верховного главнокомандующего адмирала Колчака. Донские, кубанские и террские казаки так и не пошли за генералами и стремились к созданию собственных государств без власти красных комиссаров и белых помещиков. Расколотым на партии сословия белым было не о чем разговаривать с 90% населения своей страны. Лучше всего ситуацию характеризуют слова одного из идеологов белого движения Василия Шульгина. «Наше дело проиграно. Неужели же России нужен большевизм? Неужели идея национализма побеждена идея интернационализма только потому, что вся примешанная к нам грязь и накипь превратили нас в защитников интересов класса помещиков против большевиков, выдающих себя за защитников интересов рабочих и крестьян? Да слез обидно. Мы проиграли только потому, что скверно играли. И только. Мы торопились, мы не выказали никакой государственной зрелости и сгубили чистую идею». Большевики были монолитной спаянной силой, которой противостояли раздробленные силы контрреволюции. Красные вожаки работали на износ. Они ломали старые устои, придумывали лозунги, не выезжали с фронтов и, опираясь на военспецов, как могли, руководили боевыми действиями. Большевики умело манипулировали народом и понимали, что ему обещать, чтобы он пошел за ними. Красные видели цель и не замечали препятствий. Враньем, вероломством, вместе с террором и грубой силой они насаждали свой порядок. И что же в итоге? Крестьяне и рабочие не хотели воевать за возвращение земель, фабрик и заводов и их бывшим владельцам, поэтому и смотрели в сторону Красной Москвы. Хотя и не сильно верили большевикам, чувствовали какой-то подвох. Но возврата старого режима, а уж тем более царя, не хотели точно, а белые и не собирались предлагать ничего нового. В докладной записке на имя великого князя Николая Николаевича белые офицеры писали, «Большевики тоже не захватили народной души, тоже не стали национальным явлением, но бесконечно опережали нас в темпе своих действий, в энергии, подвижности и способности принуждать. Мы с нашими старыми приемами, старой психологией, старыми пороками военной и гражданской бюрократии, с петровской табелью о рангах не поспевали за ними». Белые добровольцы могли сказать, что воюют против коммунистов, но затруднялись с ответом на вопрос, ради чего они сражаются. Что будет дальше? Каким будет устройство будущей России и что будет с землей? Отсюда малое количество добровольцев и насильственные мобилизации, которые, кстати, были и у красных тоже. Две революции в России 1917-го, гражданская война и образование в итоге Людоедской Красной империи под названием СССР. Это глубочайшая трагедия одной шестой части суши и народов, по несчастью оказавшихся частью этого зловонного русского мира, который до сих пор еще шевелит щупальцами, агонизируя в затяжных предсмертных судорогах. Белые проиграли в 1922-м, красные в 1991-м. Интересно, в каком году проиграют коричневые русские? Уверен, что осталось им недолго. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, поддерживайте проект на Patreon и BuyMeCoffee, отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok